Подсудимый признал свою вину сразу. Говорит, что убивать супругу и в мыслях не было. Якобы эта жена сама все спровоцировала и заставила мужа схватиться за топор. В мае этого года в собственном доме подсудимый арестая нанес два удара по голове жене, после чего накрыл тело одеялами, потом разбудил детей и, как ни в чем не бывало, отвел учеников в школу. Вернувшись домой, глава семьи выпил для храбрости бутылку водки и отправился к своей матери признаваться в содеянном преступлении. Женщина тут же вызвала полицию. В суде было установлено, что в течение нескольких лет подсудимый почти маниакально подозревал жену в измене. В гости к подругам не отпускал, контролировал каждый ее шаг, даже на работу брал с собой, мало ли. Во дворе дома мужчина установил видеокамеры, не от воров, а чтобы следить за супругой. В ту роковую ночь ему вдруг показалось, что во двор пробрался любовник. Он вон там светил сотовым телефоном, а когда меня увидел, быстро перелез через забор и скрылся. Эрестая устроил допрос с пристрастием, а потом до утра так и не смог заснуть, подозревая супругу в неверности. В итоге ранним утром он взял топор и жестоко расправился с женой. В настоящее время у детей решается вопрос об установлении или о передаче для мальчиков. Это будет решаться, чтобы там образование и выручили те, что мы отправляем в остановлении. Приговор еще не вступил в законную силу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому